Если вам нужно зафиксировать сайт бар, при прокрутке страницы вниз, как сейчас вы это видите у меня, чтобы привлечь внимание к какому-то элементу в сайт баре. Это может быть баннер, целый сайт бар, то есть сейчас вы видите, у меня в сайт баре есть блок рубрики и форма. И он весь, видите, залипает. Меня зовут Федор Васильев, и давайте разберем, как это реализовать в DVPageBuilder. Итак, хочется немножко отвлечься от стандартных плагинов DV, которые входят в состав и вообще о настройках DV. И хочется сделать что-то интересное и полезное от того, чего нету в настройках DV, к сожалению. А именно нету встроенной опции в DV, чтобы позволить вот так вот закреплять сайт бар в блоге. И вообще можно закрепить любой элемент при желании. Здесь в этом видео я прибегну к отдельному стороннему бесплатному популярному плагину, который позволяет нам легко, без знания кода, закрепить любой элемент на сайте DV при прокрутке страницы. Переходим в админку нашего сайта. Сначала нужно установить этот бесплатный плагин. А для этого нужно перейти в плагин и добавить новый. Поиски плагинов. Вот здесь вот напишите стики. Плагин, который вам нужен, вот он, называется стики меню on scroll. Вот, вы не пропустите, у него вот такая аватарка. У меня уже он установлен, у вас здесь будет кнопка, нажмите установить, потом активировать. Когда вы его активируете, он у вас будет находиться на стройке. Вот здесь позиция. Заходим в настройки. Здесь можно настроить под разные условия данный плагин. То есть данный плагин позволяет зафиксировать какой-то элемент на сайте, который вы хотите зафиксировать при прокрутке. Я ничего, в принципе, здесь даже не настраивал. Мне достаточно для моих целей только лишь вот зафиксировать сайдбар, как вы это видите. Для этого вот здесь вот можете написать по-английски стики. Это будет что-то вроде шорт-кода, переменный. И обязательно вначале поставьте решетку. Далее нажмите на кнопку save setting. Сохраните настройки. А далее мы с вами уже переходим в DV. И туда, куда вам нужно, где вам нужно зафиксировать какой-то элемент. В данном случае я фиксирую сайдбар. А так как у меня блок здесь кастомный, произвольный дизайн, для этого я перехожу в DV. Theme Builder. О том, как сделать кастомный дизайн, я говорил в предыдущих уроках. Сейчас я захожу в настройки дизайна своего блога. Вижу здесь некий сайдбар. Здесь нам нужно определиться, что вы хотите зафиксировать. Например, я хочу зафиксировать только форму. Если нужно зафиксировать только ее, тогда я перехожу вот сюда, в ее настройки. Дальше перехожу в расширенные. Раскрываю настройки ID класса. Здесь какой-то некий класс, я могу его пока убрать. И поставить здесь стики. Обратите внимание, тот же самый стики, слово, которое мы использовали в плагине. Но только здесь решетку мы не ставим. Нажимаю птичку, далее сохраняемся и смотрим, что получается на сайте. Я обновляю страницу, начинаю прокручивать. Обратите внимание, фиксируется только форма. Здесь, возможно, стоит поиграться, так как у меня есть некая тень за всем сайдбаром, а тут уезжает как бы тень за формой. Возможно, стоит что-то тут поделать. Может быть, стоит еще и тень добавить к самой форме. Но это уже не суть. Самое главное, вы видите, фиксируется только этот блок. Как я уже сказал, вы можете зафиксировать какой-то баннер, чтобы привлечь внимание ваших пользователей. Если вам нужно зафиксировать весь сайдбар, я возвращаюсь в настройки формы. Отсюда я это вырежу, нажму птичку. Чтобы весь сайдбар зафиксировать, мы с вами переходим вот в общую строку, в настройки. Захожу, у нас здесь есть два столбца. Первый столбец – это наш контент, где у нас выводятся статьи. А второй столбец – это сайдбар. Я захожу по шестеренке во второй столбец, перехожу в расширенный, то же самое ID, и проставляю ID стики здесь. Нажимаю птичку, еще раз нажимаю птичку, и сохранить. Иду на сайт и проверяем. Обновляюсь. Обратите внимание, вы видите, я прокручиваю страницу, и фиксируется весь сайдбар. И рубрики, и форма, и все, что вы добавите в сайдбар после настроек. Например, дополнительные какие-то виджеты. Все будет зафиксировано. Вот таким вот образом. После этого видео вы можете поэкспериментировать и, возможно, пофиксировать какие-то другие элементы. Возможно, на странице кастомной типа лендинга какой-то блок зафиксировать. Если вас DV Page Builder заинтересовал, вы можете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупай DV, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю, и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok